23 мая 2012 года. TEDx-сообщество Сибири. Центр маркетинга территории Кузбасс. КузГТУ при поддержке Кузбасской топливной компании представляют первую TEDx-конференцию в Кемерово. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири подарят идеи, достойные распространения. Успешные стартапы, карьера и лидерство. 23 мая в Кузбасском технопарке. Подробности на TEDxKemerovo.org Кузбасская топливная компания. Энергия будущего. Кузбасская топливная компания. И сразу же есть приложение по деткам. И вот я рада, что я прямо сейчас нахожусь прямо в эпицентре вот этого магического совершенно ситуации. Ну, она для меня магическая еще и тем, что, скажем, ну, естественно, я не знала, когда я буду выступать. Я не знала, о чем будет говорить тот человек, который будет выступать передо мной. Но первая фраза моя только была, что я хотела бы рассказать про игрушку, в которую я на данный момент играю. Поэтому, ну, то есть, магия на ней. То есть, действительно, есть такая тема, в которую я сейчас с удовольствием играю, она возникла, ну, из двух источников. Первый источник такой, что с 18 лет я нахожусь либо в области IT-технологий, либо рядом с IT-технологиями. Ну, это начала я очень давно тогда еще. Ну, компьютер, он не входил в эту комнату точно, да? То есть, ну, тем не менее. То есть, это прямо то, чем я, ну, болею. Это мне нравится, это и хобби, и все, что угодно. Ну, примерно лет пять тому назад у меня потерялся кураж в жизни. Ну, вот я понимаю, что здесь собрались люди очень активные. Наверное, вы понимаете, что такое потеря куража. То есть, я пришла домой, своим близким, сказал, слушайте, я думаю, ну, наверное, мне уже пора уходить, потому что куража нет. И, собственно, что делать-то дальше? И у меня есть такое очень активное дружище, моя, и она говорит, ты будешь заниматься спортом. Вот скажу, что спортом я, ну, вообще не то, что не дружу. Я никогда не ходила на уроки физкультуры, потому что мне казалось, что у нас в котором реально потеря времени. И я говорю, ну, нет, вот точно вот это. Ну, ну, и... Не порт, ты ее, знаешь, сказать ей невозможно. Ну, и она говорит, ну, вот ты будешь там. Она купила мне ракетку, значит, купировку, и повела меня в лазунный. Ну, потому что это было ни много, ни мало. Это был большой теннис. И она говорит, вот, тренер год, значит, ты, я тренер-то, ну, я точно не попаду вот ракеткой по мячу. Она говорит, ну, нет, таких людей не бывает. Это правда. Скажи, насколько болят, подумать. Ну, это было 4 года, ну, 4-5 лет он назад. Ну, я ему продемонстрировала, что я, ну, если что, мне 54 года так, если скажу. То есть, такая взрослая девушка уже. Ну, и, собственно, он, действительно, я ему продемонстрировала вот то, что не могу я попадать в мяч, что не понимаю вообще. То есть, у меня, ну, тот, кто вот понимает, вот в теле, да, у меня нет культуры движения, да, и реально, ну, я передвигаться могла. Ну, вот как это все происходит? Ну, прям реально, я, ну, не знаю. И, ну, вот все это началось, оказаться я не могла, и втянулась, ну, не могу сказать, что это, ну, сгорать могу, если что, кто захочет, демонстрировать. И, соответственно, когда я сильно этим, скажем, приболела, в какой-то момент поняла, что кураж вернулся. Ну, и, соответственно, будучи, так сказать, более-менее, какой-то аналитиком, в какой-то момент я подумала, а что произошло? Что на самом деле произошло? И, естественно, когда ты анализируешь, все равно, что ты перекладываешь на ту область знаний, ну, в котором ты что-то понимаешь. И я хочу сказать, что по моему глубокому убеждению компьютер создан по образу и подобию человека. Он создал же его человек, и он создавал его вот как себя. И есть такая вещь, как запуск программ. И вот если так рассмотреть, ну, 28 дней, и все клетки в нашем организме, они обновились. То есть вот если все клетки обновляются в 28 лет, то на старение почему? То есть непонятно же. То есть они же, ну, не должны быть хорошими. И я считаю, что, там, кто понимает, в эти технологии, то есть есть программа, которая, она опрашивает датчики и принимает решение на запуск других программ. Ну, и программа старения такая же программа, которая запускает. и данную программу реально нужно обмануть. Обмануть тем, что программа, которая опрашивает, она опрашивает, а какие процессы в данный момент происходят в человеке, да? и некоторые процессы, она считает, что вот если эти процессы есть, то ты еще молод, а вот если этих процессов у тебя нет, то, ну, ты уже в гроб. И надо запускать программу утилизации, по большому счету, что я так сказала. И я считаю, что такой программой, которая тестируется и опознается, что если человек это делает, то он молод, это программа обучения. То есть, если я учусь, то я еще молодой. Я, ну, не взрослый, потому что я же вот еще учусь. Ну, вот так. И получается, что если учиться чему-либо, то организм узнает тебя как молодой. Но его обмануть-то можно, но не так просто. То есть, нельзя сказать, что вот в одной области, вот в области экономики, там я финансовый анализ знаю, а вот экономику предприятия стал изучать, и типа я учусь. Ничего подобного. Система, как и все, информационная система достаточно ступоватая, но не настолько. То есть, это действительно должно быть обучение. Ты должен начать учиться тому, чему реально, что реально ты делать не умеешь. Но вот в случае со мной это был спорт. То есть, реально я не умела это делать. Ну вот, одна из других таких вещей, которые... Почему я прямо реально вот сейчас с удовольствием экспериментирую, и каждый раз, находя то, чего я делать не умею, и для меня обучение это вещь совершенно болезненно, я с радостью это делаю. Ну вот одним из проектов был опять-таки инициированный Владиславом Анатольчем, поход на Алтай в горе Еруханца. Не хотели туда? Ну, скажу так, что до этого я не считала, что я могу ночевать в палате Андрея Перстана или поехать на лошади. Я, конечно, в христианской семье выросла, но лошадь меня пугала. То есть и вот такие вот вещи, которые ты точно не мог делать. Если ты не учишься, с моей точки зрения, ну, скажем так, предотвращает запуск программы локализации. Вот я бы хотелось поделиться вот такой игрушкой, которая играет, она тоже у меня есть, ну, я хотела сказать, что у меня слайды тоже есть, и у меня ну, и христианцы. Они вот такие вот. Спасибо большое. Спасибо за работу. Спасибо за работу. 23 мая 2012 года TEDx Сообщество Сибири Центр маркетинга территории Кузбасс Куз-ГТУ при поддержке кузбасской топливной компании представляют первую TEDx конференцию в Кемерово. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири подарят идеи достойные распространения. Успешные стартапы, карьера и лидерство. 23 мая в Кузбасском технопарке. Подробности на TEDxKemerova.org Кузбасская топливная компания. Энергия будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова